Метро-экспо 2019, день 2, мы продолжаем знакомиться с гостями и спикерами. Еще один участник нашей выставки Андрей Филинков. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, расскажите, какой бизнес вы представляете? Я представляю виноторговую компанию, название компании MyExpress. И мы уже на рынке виноторговли более 20 лет, с 1997 года мы занимаемся импортом вина и дистрибуцией на территории России. И вот, собственно, с 1997 года началась история компании, и сейчас мы уже достигли некой специализации, выработали некую свою особенность на рынке за это время. Эта особенность, наверное, заключается в ряде сегментов нашего портфеля, в ряде вин, так как мы занимаемся по большей части вином. В частности, это вина Южной Африки, в частности, это вина Испании, где мы, как импортер, достаточно сильны и представляем большой выбор покупателю, потребителю. Существуют же какие-то тренды в вашем направлении, да? То есть, куда мы движемся, что нас ожидает в ближайшие 5-10 лет? Ну, так сложно прогнозировать прямо на 5-10 лет, потому что тренды, на самом деле, меняются в вине достаточно быстро. Вот буквально несколько лет назад мы даже и не знали, что такое там натуральные, необычные какие-то вина оранжевые, и вот они появились на рынке России, и все о них заговорили. Поэтому тренды меняются быстро. Но, если говорить в целом, то мне кажется, потребитель, покупатель, винолюб, да, если можно так выразиться, тот, кто пьет вино, становится все более и более продвинутым в плане информационного восприятия и делает все более и более осознанный выбор. То есть, специализация в бизнесе в этом все больше и больше становится выраженным. Поэтому нужно следовать за покупателями и предлагать им то, что действительно представляет некую зиминку, некий интерес во всем мире. А что можно посоветовать покупателям, чтобы они были более разборчивы и выбирали правильное вино? Прислушиваться к себе. Вот что я бы посоветовал. Потому что вино – это вещь субъективная. И если вам что-то не нравится, значит, что это не нравится. Конечно, есть окружающее мнение, которое вам о чем-то говорит, и вы пытаетесь к нему прислушиваться. Но я бы вам рекомендовал за то время, сколько я занимаюсь вином. Верьте себе больше, чем другим. Отличный совет. На самом деле, это возможность прислушаться к себе и определить, к чему лежит, как говорится, душа. Все правильно? Да, все верно. Ну, мы желаем вам успеха и хорошего бизнеса, и пусть ваш покупатель найдет хорошую бутылочку вина для себя. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.